Привет, дорогие мои друзья! Пришла к нам, наконец-таки, магнитола из Китая за тысячу с небольшим рублей. Мне очень интересно, как можно было укомплектовать магнитолу за такую сумму. Поэтому давайте откроем и посмотрим, что это за чудо, на что оно похоже и как работает. Ну, с упаковкой китайцы особо не заморочились. Вот так вот просто завернули. Ну, смотрите, вроде как все по-настоящему. Рамочка для установки. Сзади даже линейки выпавлены, круто. Вход для антенны, разъем для подключения проводов, пультик даже у магнитола есть. Ключики для того, чтобы ее доставать из панельки. Значит, провода, выходы на колонки, питалово. Пультик вот так вот выглядит. Здесь в комплекте у нас даже инструкция есть. Смотрите-ка, не поленились инструкцию, напечатали на английском языке. Напряжение питания, мощность 15 ватт на 4 канала, в чем я очень сильно сомневаюсь. Тут подключение, схема подключения. И, в общем-то, все. Давайте снимем рамочку. Мы ее сегодня устанавливать никуда не будем, да и вообще, наверное, не будем. Потому что некуда мне ее устанавливать. Вот так вот схема продублирована. И вот так выглядит сама магнитола. Здесь у нас есть защитная пленочка. Ну, видно вон там зелененькую плату. Похоже, даже немножко криво дисплей припаяли. Но ничего страшного, ребят. Кнопочка включения. Синенькая такая, все остальное черненькая. И вот эти вот все остальные кнопочки выглядят так, как будто этой магнитовой уже с годик попользовались. Но еще раз напомню, что она стоит тысячу с небольшим рублей. И это нормальное явление, так считаю. Так, включать мне ее не особо охота. Мне ее больше хочется, ребята, разобрать. Посмотреть, что же там находится внутри. Что же за чудо там такое. Потому что я не вижу здесь даже радиатора для охлаждения. Схемы, скорее всего, там какой-нибудь усилитель D-класса стоит самый простенький. Давайте разберем, возьмем отверточку и посмотрим. Надо реально набор отверточек заказать. Потому что бардак вообще с отвертками нашел опять только отвертку от айфона. Плоскую, но хоть такую и то ладно. Постоянно куда-то они деваются, теряются, укатываются. Много у меня всяких штук за последний год накопилось из Китая. И среди этих всяких штук теряется инструмент. Вот так вот, значит, разбираем. Что-то у нас все равно не открывается. Ну, может, хоть верхнюю крышечку снимем. Да, да, ребята, мы сделали это. Мы ее разобрали. И этот мафон... Да, вообще можно было все, в принципе, в панельку упаковать. Класс! Вот это супер! И вот он наш усилитель стоит. Вот он даже прикручен одним болтиком к корпусу. Не видно, что это. Реально не видно. Похоже, что там вообще ничего не написано. Сейчас вот смотрю, он просто черненький. Дальше разбирать вот эту вот переднюю часть я смысла не вижу. Начнут выпадать кнопочки, всякая штука. Ладно, посмотрели, что внутри. Места здесь столько, что можно еще что-нибудь сюда засунуть. Какой-нибудь усилитель, например. Давайте закрутим болтики все на место. И попробуем включить это чудо-устройство. Так, это у нас питание. Питание уже вот так вот немножечко зачищено. И здесь, наверное, так же. Да, вот так вот вращаем, чтобы скрутить сразу жилки. И стягиваем изоляцию с проводника. Наростил проводочки с такими вот крокодильчиками. Прикрутил концы и подключил к аккумулятору. Сразу же подключил колонки. Левый, правый канал, передние. И вот так вот зажал мафон между колонками, чтобы он никуда не падал. Давайте немножечко повыше поднимем, а то не видно. Как-то так это все выглядит. Сюда воткнул флешечку с ютубовской музыкой. И будем слушать, значит, ютубовскую музыку. То есть, смотрите, пультика можем включить. Так, сразу звук убавим. Бавили звук, пусть так играет потихонечку, пока я рассказываю. В общем, ребята, радио здесь есть. Переключается оно кнопочкой вот этой вот мод режима, да. Можно его настраивать, но антенну я подключать не стал. Я думаю, радио всем и так понятно. Поймали волну, удерживаем вот циферку 1. Она сохраняется на циферку 1. Также настраиваем все эти циферки. И радио у нас, соответственно, работает. Есть кнопочка муть, это беззвучный режим. Есть кнопочка часы, будет время показывать. Потом, что еще есть? Переключение вот вправо-влево треки. Переключать громкость. И, в общем-то, все. Стандартный набор функций. Значит, сюда можно microSD-карту установить. Сюда можно установить флешку. И, ребята, я думал, что здесь есть блютуз, но блютуза здесь нет. Только AUX есть. То есть, джек 3.5 сюда втыкаем телефон, например. И слушаем музыку с телефона. Блютуз нам за 1000 рублей сюда паять не стали. Подумали, что слишком шикарно будет. Но, ребята, за то, как впаяли дисплей, это просто вообще комедия. Реально. Вот на камеру не так видно, наверное. Но, когда смотришь на эту магнитову прямо, дисплей очень криво установлен. То есть, он как-то вот так вот смотрит. Непонятно куда. Немножечко китайцы, как всегда, не дотянули. Блютуз нам сюда не поставили. Дисплей впаяли криво. Панелька здесь несъемная. Панелька влетая, вклеенная. Даже вот клей торчит, и здесь клей торчит. Вот такие вот заглушечки есть сбоку. Вот сюда вот мы можем вставить вот так ключ. И достать эту магнитолу из ее рамки. То есть, вот здесь есть такие вот зажимы сбоку. Когда мы вставляем ключ, мы как бы их отжимаем. Понимаете, да? И можем вытащить магнитолу из этой рамки. Рамка у нас, соответственно, останется в автомобиле. Ну и отключить колодку питания, забрать ее с собой. Хотя я не думаю, что кто-то у вас ее воровать станет. Включим обратно музыку. Вот смотрите, здесь можно добавлять, и вот здесь циферками пишется, да? Максимум это 62, по-моему. Давайте я сделаю на полную. Я думаю, вы сами все слышали. То есть, даже через микрофон камеры, я думаю, этот пердеж конкретный, вот эти вот искажения, было очень хорошо и явно слышно. Значит, 63 на полную подразумевается, я так понимаю, 15 заявленных ватт. Ну, да, возможно, 15 ватт есть, но, ребята, эти 15 ватт с какими искажениями? Лично я начинаю слышать искажения, ну, просто вот явно на музыке больше 20. Больше 20 уже играет не так, реально не так, хрипит, пердит. В общем, ребята, это получается на 30% от заявленной мощности эта магнитола играет более-менее сносно. Ну, то есть, третья часть от 15, это примерно ватт 5. То есть, это магнитола ватт 5. Вот такие вот дела, ребята. Что здесь есть еще? Есть здесь еще эквалайзер. Можно выбирать номер трека, вот, к примеру, берем вот так вот и выбираем сразу 11, да. И у нас сейчас включится 11-й трек на флэш. Но музыку листать можно только между песнями. Если будут папки, между папками вы уже ничего листать не сможете. Вот такой вот недостаток. В целом, я думаю, можно купить этот мофон в паре с каким-то дешевеньким усилителем, допустим. Ну, китайских усилителей я вам не порекомендую, потому что нормальные усилители, как правило, имеют нормальное охлаждение, даже дешевые. И доставка из Китая вам обойдется гораздо дороже, чем вы где-нибудь здесь, ну, в смысле у себя в городе, купите усилитель. Можно купить какой-нибудь дешевенький усилитель и в паре с этим мофоном будет такая, скажем, очень бюджетная связочка. Подключить передние колонки через этот усилитель. Больше ничего сказать не могу. Сами все видели, сами все слышали. Если вам понравилось, пальцы вверх поднимаем. Кто еще не подписался, подписываемся. С вами был Александр. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Пока-пока. Я подал, давайте будем включать и смотреть. Ну вот, дорогие друзья, как вы можете видеть, все у нас с вами замечательно работает. Допустим, нам нужно вот беззвучный режим запрограммировать вот сюда, на эту кнопку. Мы, значит, берем вот так вот, нажимаем беззвучный режим несколько раз, пока здесь не заморгает. И вот сюда. Все, после этого удерживаем кнопочку TV, ну, то есть выходим из...